В чем заключается успех любого предприятия, будь то огромный завод или маленькая фирма? Ответ был, есть и остается неизменным – люди. Трудолюбивые, талантливые, преданные своему делу. Именно такого мнения придерживаются в администрации Ленинского района, а потому же по доброй традиции проводится конкурс «Ленинский Олимп». Сегодня подвели итоги соревнований среди трудовых коллективов промышленных предприятий. Стоит отметить, что благодаря их успеху Ленинский район второй год подряд занесен на республиканскую доску почета по итогам социально-экономического развития. В мифологии древних греков священная гора Олимп служила обиталищем Зевса и высших богов. Обитатели же Ленинского Олимпа, руководители предприятий, лучшие их представители. Все те, кто вносит вклад в формирование городского бюджета, кто делает наш город зеленым, красивым и уютным. Открывая торжественную церемонию, глава администрации Ленинского района Александр Волосовец отметил, что все присутствующие в зале принимают активное участие в строительстве нашего любимого города Бреста, делая его комфортным для проживания и привлекательным для туристов. А это большой труд, который должен быть оценен по достоинству. «Ленинский Олимп – это такой своеобразный конкурс, который проводится среди промышленных предприятий нашего района. Отдельной у нас категорией стоит номинация МИЦ «Надгода». Это предприятия, которые оказывают поддержку в нашей социальной сфере, нашим учебным заведениям, дошкольным объектам социальной сферы всего района, города, участие в жизни города. И отрадно, конечно, что все предприятия нашего Ленинского района оказывают помощь по сильную меру своих возможностей. То есть руководители и коллективы понимают о том, что нагрузка на бюджет огромная. У нас социальное государство. И нужно понимать о том, чтобы система образования, система социальной защиты действовала. Нужно не только бюджет может вкладываться, но и наши предприятия, которые зарабатывают деньги, которые понимают, что ученики их коллектива пользуются всеми этими нашими социальными благами». Конкурс проходил по четырем номинациям. Первое среди предприятий со среднесписочной численностью работников – более 1000 человек. В ней победителями стали предприятия «Санта-Бремор» и «Брестский мясокомбинат». Второе среди предприятий со среднесписочной численностью работников – от 251 до 1000 человек. Здесь лидерство у «Белалка» и «Анрекса». Третья номинация, где численность работников – от 151 до 200 человек. Первое место за предприятием «Термобрест» и «Стимбрест». И последняя номинация – численность людей до 150 человек. В лидерах оказалось общество с ограниченной ответственностью – Белинтермаркет и фирма Элма. Хочу сказать всем словам глубокой благодарности коллективам, работникам, руководителям за то, что осознают важность ситуации, осознают того, что экономика должна работать бесперебойно, двигаются вперед. Это и национальная продукция, это экспорт, это показатели основные все по нашим направлениям, которые действительно двигают экономику нашей страны. Своей традиции руководство Ленинской администрации изменять не собирается, а значит, конкурсу «Ленинский Олимп» быть и дальше.